Решила я тут пару дней отдохнуть от ютуба и новостей, и тут вдруг бац, и пролетело три недели. У вас такое бывало, что как-то внезапно и очень неожиданно началась осень, и лето-то вроде было теплым, хорошим, но пролетело так быстро. С каждым годом жизни вообще почему-то кажется, что время течет все быстрее и быстрее. Да, в перспективе зима кажется невероятно долгой, но тем не менее времена года, да и сами годы, сменяются так, что не успеваешь опомниться. И это мне еще даже тридцати нет. А что будет дальше? Привет, друзья! Это снова Ленка. И сегодня мы вместе попробуем докопаться до истины и узнать, почему с годами у нас меняется восприятие времени. Что вообще такое время? И откуда мы его взяли? Готовьтесь. Может быть, немножко сложно, но интересно. И если вы досмотрите этот ролик до конца, то, возможно, станете чуточку лучше понимать себя. Научитесь управлять своим внутренним временем и делать так, чтобы жизнь не пролетала у вас перед глазами со скоростью света. Для начала стоит отметить, что время, с точки зрения науки, это в принципе довольно абстрактная величина. В природе точного времени не существует. У природы нет часов, минут, секунд. Эти понятия придумал человек. Не нашел или открыл, как силу притяжения. А именно, придумал. Придумал для своего удобства. И привязал их к тем событиям, которые мы можем наблюдать своими глазами. В первую очередь, к сменяемости времен года. Когда сеять, когда убирать урожай. Раньше возраст человека считали по тому, сколько он пережил зим, а не лет. Потому что пережить зиму было объективно сложнее и удавалось далеко не всем. Ну и, конечно же, время стали привязывать к сменяемости дня и ночи. То есть, к солнцу и другим небесным телам. Так, древние египтяне поделили ночь на 12 промежутков. Каждый промежуток начинался с восходом одной из 12 определенных звезд. На столько же промежутков поделили египтяне и день. На этом основывается наше современное деление суток на 24 часа. Позже египтяне придумали теневые часы. Сейчас мы называем их солнечными. Они основывались на изменении длины отбрасываемой тени и ее движению по циферблату. А египетские обелиски, возможно, были одними из первых городских часов. Их считают символами солнца. Потому что вроде бы так египтяне пытались изобразить солнечный луч. Но вам не кажется, что они уж очень напоминают по форме стрелку современных часов. И так веками люди жили, представляя время, лишь как примерное деление дня и ночи. А их продолжительность, как вы знаете, еще и меняется в зависимости от времени года. Сейчас нам в это верится с трудом. Но часы у человечества в современном понимании появились не так давно. Самые первые механические часы были башенными. И появились они около 13 века. Привет, кстати, египтянам и их обелискам. В России первые башенные часы, сконструированные сербским мастером Лазарем, появляются на княжеском дворе Московского Кремля в начале 15 века. Но что самое интересное, стрелка на таких часах была только одна. Часовая. Еще относительно недавно люди не нуждались в точном измерении времени. Они редко пускались в путь. Товары из дальних стран могли вести месяцами или даже годами. А корова не умирала, если ее подарили на полчаса позже. Вот и хватало. Одних часов на весь город. Да и погрешность у таких часов в разных городах в сутки могла доходить до 60 минут. Но разве же вы это заметите, если от Москвы до Новгорода ехать несколько суток? Карманных-то часов ни у кого не было. Впервые они появились только в 16 веке. Но со временем люди стали путешествовать все чаще и больше. Стали более деловыми и занятыми. Стали больше ценить комфорт и свое время. И придумали железную дорогу. А вместе с ней со временем появились графики движения поездов и расписания отправлений. И поскольку, как говорится, семеро одного не ждут, на часах постепенно появилась минутная стрелка. А затем во второй половине 18 века и секундная. Но для того, чтобы она массово распространилась по часам горожан, потребовался еще не один десяток лет. Если вы когда-нибудь обращали внимание, то секундной стрелки до сих пор нет ни на часовой башне Вестминстерского аббатства в Лондоне, которую все по ошибке почему-то называют Биг Беном. Не на наших кремлевских курантах. Но потом, в 20 веке, ученые подумали, что определение времени, исходя из солнечных суток, недостаточно точное. Из-за некоторой неравномерности вращения Земли. На помощь пришла атомная физика. В 1967 году утвердили новое определение секунды. Это время перехода между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133. А в 1997 году добавили уточнение, что атом цезия должен находиться в покое при температуре 0 градусов Кельвина. Уф, сложно. Хорошо, что мы просто можем надеть часы на руку и не думать об этом. Но благодаря этому появились сложнейшие, но при этом самые точные часы в мире. Атомные. Они в миллионы раз, точнее, самых дорогих современных кварцевых часов. Но, правда, до того, чтобы носить такие часы в кармане, еще очень далеко. Но раз ученые вот так просто взяли и спустя несколько тысяч лет не просто уточнили, а кардинально изменили принцип измерения секунд, а значит и времени в целом, то мы возвращаемся опять к тому, что время, даже самое точное, это понятие относительное. И течет время по-разному. Да-да, вы не ослышались, и это не мистика. Согласно теории относительности Эйнштейна, время течет по-разному. Причиной тому ученые считают гравитацию. Поэтому вблизи массивных объектов время замедляется. Например, на МКС, которая вращается вокруг Земли на низкой орбите, время на доли секунды течет быстрее, чем на самой Земле. А службам GPS постоянно приходится делать поправку на время, потому что каждый день на спутнике короче примерно на 40 микросекунд. Это немного. Но ведь в космосе есть и тела гораздо массивнее, чем наша маленькая планетка. Помните фильм «Интерстеллар»? Герои высадились на планете Миллер, которая находится рядом с черной дырой. Один час, проведенный на ней, равнялся семи земным годам. И это не выдумка сценаристов. Такое действительно возможно. Хотя нашему мозгу это очень тяжело представить. Но я вам скажу, что в некоторых ресторанах кухня очень часто располагается рядом с черной дырой. Именно поэтому вы часами ждете свой заказ. А персоналу кажется, что все нормально. Ведь для них-то прошло всего пару минут. Или когда вы договариваетесь с курьером на доставку на 10 утра, а потом сидите и ждете его до 5 вечера. Мне кажется, тут тоже без черных дыр не обходится. Так что получается? Что с возрастом? Нам кажется, что время течет быстрее, потому что мы удаляемся от какого-то тела с огромной массой. Вселенная расширяется, земля удаляется от центра Вселенной. Интересная теория. Но вообще-то я придумала ее только что. И никакого отношения к нашему восприятию времени она не имеет. Люди, живущие рядом с черной дырой, не почувствуют и не заметят, что со временем что-то не так. А мы замечаем. Но может, нам все это просто кажется? Да, время для самого человека является субъективным ощущением и зависит от нашего состояния. Однако ощущение того, что время ускоряется с течением нашей жизни, не является в чистом виде нашим предрассудком. Наше восприятие времени действительно меняется с годами. Эксперимент на эту тему был проведен еще в далеком 96-м году психологом Питером Манганом из Университета Вирджинии. Он взял две группы людей. Одна в возрасте от 19 до 24 лет. И вторая от 60 до 80. И попросил их отсчитать 180 секунд. Группа молодых людей справилась с задачей почти идеально. В среднем за 3 минуты и 3 секунды. Но в тот момент, когда пожилые люди думали, что 3 минуты истекли, прошло на самом деле уже 3 минуты и 40 секунд. При этом это были не просто старички, которые живут расслаблены и не беспокоятся о времени. Его добровольцами были преподаватели университета, которые были занятыми людьми и очень озабочены своим временем. Но все равно так сильно ошиблись в своих оценках. Но почему именно человек начинает воспринимать время по-другому? Все дело не в физике, а в нашем же мозге и обработке информации. Очень долго многие объясняли это тем, что с возрастом у нас в голове образуется меньше новых нейронных связей, а старые нейроны изнашиваются или устают от постоянной информационной нагрузки, как мышцы от непосильных упражнений. И из-за замедления когнитивных процессов кажется, что окружающий мир постоянно куда-то спешит. Возможно, это тоже в какой-то степени имеет место быть. Но это еще не все. Человек оценивает время двумя способами. Первый – перспективный. Когда мы оцениваем интервал времени до события, которое должно произойти в будущем. Мы знаем о начале события, но не знаем о результатах. Поэтому в такой оценке меньше наших субъективных ощущений, и время воспринимается точнее. И второй способ – ретроспективный. Им мы измеряем время, которое уже прошло. Здесь субъективность больше влияет на результат. Прошедшее время наполнено моментами, которые воспринимаются нами в зависимости от того, чем мы заняты и что чувствуем. Любое новое занятие ускоряет восприятие времени в момент совершения действия. Но в ретроспективе время, заполненное новыми впечатлениями, будет казаться более долгим. Причина в том, что наш мозг записывает только новые, а не повторяющиеся события. Когда наш мозг часто сталкивается с одним и тем же стимулом, последний становится незаметным, невидимым для нас, поскольку он уже достаточно эффективно закрепился в памяти и на него нужно гораздо меньше ресурсов. Происходит так называемая нервная адаптация. Когда вы последний раз задумывались о том, как вы ходите? Вы не думаете об этом, потому что ваш мозг считает, что уже хорошо знает, как это делать. И делает это за вас. А когда вы в последний раз внимательно разглядывали, как выглядит ваш супруг или супруга? При первой встрече-то мы обычно внимательно изучаем, как выглядит человек. А если на стене вашей квартиры вдруг появятся часы, то вы можете заметить их далеко не на первый день. Просто ваш мозг думает, что уже хорошо знает, как выглядит ваша квартира, поэтому не особо обрабатывает информацию, поступающую с глаз. Вы как будто не видите вашу квартиру, а буквально дорисовываете ее по памяти. Именно поэтому муж не замечает новой прически или покрашенные брови. А вовсе не потому, что он козел. Но когда мы сталкиваемся с чем-то новым, мозгу приходится работать в полную силу. И с возрастом начинать что-то новое становится все сложнее и сложнее. Мозгу приходится строить новые нейронные связи, а не ходить проторенной дорожкой. А мозг любит упрощать себе задачу. И тихо шепчет на ушко. Не надо, не делай. Но если мы все-таки втягиваемся в процесс, то наше внимание сконцентрировано. Поэтому мы запоминаем больше. И наши воспоминания содержат больше деталей. А как мы можем оценить продолжительность времени в прошлом? Да, по количеству и плотности воспоминаний за определенный отрезок времени. Не событий, а именно воспоминаний. В детстве большинство ощущений для нас являются новыми. Больше всего открытия об окружающем мире и о себе мы делаем именно в детстве и ранней юности. И дети максимально вовлечены в происходящее. Поэтому в ретроспективе мозгу кажется, что детство тянулось так долго. В противоположность этому взрослые редко выходят за рамки своих привычных дел и рутины. Поэтому чем больше нового вы успеете сделать за отпуск, чем больше нового вы увидите, испытаете, изучите, тем более долгим он будет вам казаться потом. И в противовес этому, лежание с утра до вечера на пляже будет казаться бесконечно долгим и нудным. Но после вы будете думать, что отпуск пролетел. При этом эмоциональная окраска на восприятие времени напрямую не влияет. Так, в одном исследовании было установлено, что лучшие хронометры получаются из людей с легкой депрессией. То есть, чем менее эмоционален человек, тем точнее он определяет заданный временной интервал. Этакий депрессивный реализм. Все дело в том, что такие люди меньше фокусируются на сторонних факторах, которые могут искажать их суждение времени. Кстати, все вышеописанное вполне хорошо соотносится и объясняет еще один очень интересный феномен. У вас когда-нибудь было такое, что в момент какой-то экстремальной ситуации вам казалось, как будто время почти остановилось. И вы все видите, как в фильме с замедленной съемкой. Дело в том, что во время стресса вырабатываются гормоны адреналин и норадреналин. В древности они помогали нам спасаться от опасностей. Делали нас выносливее, чтобы дальше убежать. Сильнее, чтобы залезть на голое дерево без единого сучка. А потом не понимать, как спуститься обратно. Но главное, они делали вас внимательнее, сосредоточеннее. Чтобы мозг не просто видел, но и обрабатывал каждую деталь вашего окружения для поиска спасения. Поэтому, вспоминая такие моменты, нам кажется, что время текло очень медленно. А мы могли разглядеть буквально каждую деталь вокруг себя. Вовлеченность. Вот ответ на вопрос, как сделать так, чтобы жизнь не пролетала перед глазами со скоростью света. Не превращайте ее в рутину. Замедлить течение времени можно, получая новые впечатления, знакомясь с новыми людьми и приобретая новые навыки. Не давайте вашему мозгу закостенеть. Пусть каждый день он строит новые нейронные связи. Не давайте ему обманывать вас, дорисовывая реальность по памяти, когда мир вокруг уже давно изменился. А если уж вы и занимаетесь какими-то привычными и скучными делами, то не давайте вашему мозгу халтурить. Оставайтесь предельно внимательными и сосредоточенными. А не думайте о борще на ужин или о том, что Катька вчера сказала Светке. И тогда вы не допустите досадных промахов, и ваша работа будет гораздо продуктивней. Вот бы еще самой всегда научиться делать то, о чем я так люблю рассказывать. Но это уже совсем другая история. Но вы можете добавить мне новых положительных впечатлений, если наставите мне кучу лайков. А если видео реальное, интересное и полезное, то вы даже можете поделиться им со своими друзьями или в своих соцсетях. И друзьям понравится, и мне вы очень поможете. Ну и, конечно, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы всегда знать о новых роликах. Спасибо за поддержку и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин